всем привет кучу всего насобирала но все-таки мне хочется чтобы это было что-то такое легкое что-то такое нежное я хотела кружева я хотела вот такое кружева но не знаю не вписывается не вписывается в ту мысль которую я хочу я хочу использовать белый атлас я хочу использовать это мне не нужно такое у меня шитье еще есть красиво куда-то я его использую ему очень много лет ткани это ну вот у меня есть кружева значит атлас кружевная ткань вот такая вот такая на батисте прошло шитье и есть вот такие кружева сейчас я посмотрю как это все будет соответствовать и уже тогда исходя из этого всего и есть еще вот такое шитье видно не видно вот она отличается я подумаю может соединю может какое-то одно использую и у меня есть атласная лента узкая я не нашла толстую была небольшая перестановка я все куда-то позасовывала и потом я не люблю когда под руками собирается куча и лежит очень долго поэтому я периодически разгребаю но уж куда разгребу туда разгребу сейчас я все это выкраю соберу потом покажу а потом уже как буду собирать саму обложку я наверное перейду к машинке подумаем значит показываю я к сожалению увлеклась и уже соединила клеем клей я использую вот такой в тюбике канцелярский но он очень подходит хорошо для временного скрепления ткани и не оставляет пятен значит что я сделала я на кусок атласа прикрепила способом квилтинга лоскутного шитья прикрепила кружева вот такие кружева перемежая их прошлой и кое-где скрепляя атласной лентой я создаю тень ну никак по-другому мне не получается и скрепляла кое-где ну то есть для для пущей красоты скажем так атласной лентой потом я все опять же аккуратно смазала вот этим клеем где-то точечно где-то полосочками и приложила вот это кружево все таки я хочу использовать это кружево когда я приглаживаю то клей схватывается я все слои проклеила именно клеем чтобы когда я буду пускать все это под оверлок чтобы она сильно не ехала я сейчас это все сколю и мне нужно поставить основу то есть то что будет с этой стороны чтобы я закрывал полностью и получать такой четырехслойный сэндвич это добавит плотности я подумал может еще один слой между подкладом и этой верхней части она на положу все таки еще один слой сейчас я покажу вырезала показываю здесь несколько слоев тут у меня уже раз два три три пять шесть слоев шесть слоев он будет такой мощный толстый очень красивый сейчас я его аккуратно постараюсь кое-где простегать сделать скрепки и присоединить края потом оверложить и уже собрать значит я простегала свободно ходовой цвет ниточку шелковую золотистую поставила здесь белая но это будет внутри потом все это обрежется простегала иголочки вытащила сейчас я все это пущу под оверлок весь периметр и уже можно собирать при стежке конечно сломала иглу при свободно ходовой вот этой стежке нужно быть очень осторожна я уже заспешила дернула надеюсь машинку не сильно повредила все сажусь за оверлок я все оверложила сейчас я проклею я промазываю всегда концы таким клеем проутюживаю это все и клей очень плотно держит ну а потом уже конечно когда буду собирать еще раз это все войдет клей в строчку и тогда уже она будет держаться строчка сейчас я покажу как это выглядит такой приятный на ощупь все ниточки сразу потому что я сейчас буду уже в подъезде кто-то шумит и собака моя нервничает потому как ей нужно охранять свой дом акуса перестань кто-то там балуются все закреплено завязано никуда уже не сдвинется хотя это будет внутри но еще раз про утюжим сейчас попытаюсь показать поближе это становится такое плотненькое и клей держит очень хорошо этот клей очень хорошо держит строчку нитка она не распускается и когда я сейчас вот так заложу и прострочу и все будет хорошо держаться нигде ничего никакая строчка не разведется шелк конечно очень благородно смотрится на оверлоке очень красивая обработка если бы было в цвет такое кружево мне я бы конечно покрыла здесь кружевом но так как кружева у такого нет я оставлю оверложенное все закончу покажу в альбоме я примерила альбом получился несколько длинноват футляр но я решила его не укорачивать я конечно сейчас еще посмотрю подумаю если я заужу то может быть на сантиметр сейчас я вот эти части заутюжи чтобы видеть где загиб идет ну и в общем то уже мой футляр готов наконец-то все готово я могу окончательно одеть не просто примерить лакусь а ну потише соседи пришли гости вот такой получился у меня красивый я сейчас на свету постараюсь его заснять футляр еще раз я убедилась что дорогая ткань дорогие материалы дорогая нитка хорошая это все только на пользу изделию здесь нельзя было обычным полиэстером здесь нужен был шелк очень хорошо что у меня был запас именно маленьких катушек но именно которые я смогла подобрать в цвет вот этому кружеву все получилось очень нежно очень мило очень красиво винтажно такой стиль винтаж бога в общем-то очень шикарно и красиво сейчас я так еще сниму на свету видите из-под кружева там видно и атласную ленту и прошу и кружева мне пришлось когда я уже отстрачивала самый толстый слой то здесь получилось 5 слоев сложенных это 10 слоев и когда я собирала пришлось поменять иголочки это для кожи а я поставила вот эти для джинса 90 номер и тогда все отлично пошло и шелк пошел а то ниточка шелковая очень нежная и рвалась шелк которым я отстрачивала такой недорогой вот я наборы брала у нас на оптовом рынке и очень рада что они у меня оказались я подобрала подсвет и смогла отстрочить внутреннюю часть внешнюю все под свет видите и оверлок прям вот все это прям как золото с этим золотом сравнялась все так отлично все отлично оделась я уверена что подруга будет рада довольно такому подарку на любит такие вещички любит альбомчики последний штрих для альбома с фотографиями будет вот такая красивенная брошь посмотрите какая красота на синтепоне там четыре слоя поставила на самую мелкую ходу на самую медленную три скорости у машинки бабочка размера вот такая красота потом покажу когда уже сделаю готовом виде что это будет машинка закончила свою работу и сейчас я буду ее вырезать надеюсь у меня все получится отлично всем привет неожиданно получилось в конце запись которая которую вы теперь увидите я сняла видео как я делаю обложку для альбома с фотографиями для своей подруги на подарок я сняла как выглядит окончательный вариант альбома хорошо что я посмотрела хорошо что я не отнесла не подарила подарок и потом просто не смогла бы показать как это выглядит в окончательном варианте и хочу показать что я сделала в конце как получился в конце альбом вот он с обратной стороны я подойду поближе погода испортилась и записываю опять же по пасмурно посмотрите как я сделала как получился альбом во первых это очень до символично белый цвет бабочка символ возрождения символ чистоты символ начинаний опять же красота покажу какое внутри все это пленки это картон картонные листочки в пленке здесь 150 по моему фотографий помещается я не помню буду уточнять но вот такой красивый я уже говорила о подруге в доме все в интерьере в золоте в таком винтаже каком-то я не знаю барокко очень впишется этот альбом для фотографий хорошо что я не успела его подарить еще не пришли пришло время буквально пара дней осталось и я смогла перезаписать такое получилось как сейчас это модно говорить d3 нежный приятный альбом я знаю что ей понравится я знаю что она любит такие вещи всякие очень дорогие фотографии она любит смотреть фотографии любит перебирать такой получился символический полезный рукодельный подарок подписывайтесь на канал ставьте лайки всех жду всех целую обнимаю всех люблю всем пока а а и и и Субтитры создавал DimaTorzok